Добро пожаловать на канал Гудзек Диайвай. Меня зовут Катя и я уже очень давно обещала показать вам видео по изготовлению снегурочки. Но я ждала молд с Алиэкспресс, из которого хотела делать кокошник и поэтому так долго не могла закончить свою работу. И сегодняшнее видео я снимаю для вас не одна, а вместе со своей тезкой с канала Катерина Бэй. На ее канале вы найдете много оригинальных идей оформления сладких подарков. Новогоднего декора из природных материалов. Универсальных съедобных букетов, которые станут отличным подарком, независимо от праздника. Помимо интересных мастер-классов, на Катином канале есть очень много полезной информации, которая очень пригодится мастерам, делающим свои работы на заказ. Как правильно рассчитать стоимость своего готового изделия. Какие материалы и инструменты выбрать начинающему мастеру. А сегодня Катя подготовила для вас мастер-класс переделки обычных, ничем не примечательных елочных шаров, невероятно стильные и нарядные елочные украшения. Ссылка на сегодняшний мастер-класс и на канал Катерина Бэй будет в описании под этим роликом. Ну а мы приступаем к снегурочке. Бутылки нужной мне, расклешенной формы у меня не нашлось, поэтому буду склеивать основу из маленькой бутылочки от лекарства и баночки от крема. А при помощи пищевой фольги сделаю более плавные переходы. Область шеи должна быть более узкой, поэтому приклеиваю винную пробку. Стыки оклеила плотной бумагой в несколько слоев, чтобы они стали менее заметными. Стыки оклеила плотной бумагой. Я хочу, чтобы моя фигурка была более массивной, поэтому дополнительный объем придаю, обмотав ее тканью. Стыки оклеила плотной бумагой. Стыки оклеила плотной бумагой. Для распахнутой шубы мне также понадобится подкладка, так как она будет из более тонкой ткани. Заворачиваю края шубы вовнутрь, чтобы закрыть светлую подкладку. Нижнее платье делаю из глиттерного фоамирана. Вообще мне нравится классический голубой цвет в одежде снегурочки, но сейчас мне захотелось такого вот нестандартного цветового решения. Молт с вензелями в форме упаковки. Уголка запомнила термоклеем и сразу же прислонила его к ковальной баночке. И чтобы не прижимать его в руках до остывания клея, плотно обмотала пакетом. Рельеф вензелей подчеркиваю темно-синей краской. А углубление заполняю темно-синей контурной краской. И на нее же приклеиваю синий микробисер. Изнаночную часть кокошника крашу пастельно-сиреневым цветом. Лицо я также сделала при помощи молда и термоклея. Роспись будет самая обычная. Сначала крашу в телесный оттенок. Белки глаз рисую перманентным маркером и обвожу мягким простым карандашом. Губы и щеки подкрачиваю розовым полупрозрачным перламутром. Чтобы лицо не заваливалось назад, укрепляю его проволокой. Волосы буду делать из своего самого любимого материала воздушного пластилина. А чтобы они были более неоднородной фактуры, к нему домешиваю пластилин с маленькими пенопластовыми шариками. Место склейки обязательно нужно промазать ПВА для лучшего прилегания. ПОСТОРУСКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Пока голова сохнет, сделаю оборочку на шубу. Как я уже говорила, что люблю голубой цвет одежды у Снегурочки, но сегодня хочу добавить его только в качестве акцента. Такую оборку можно сделать из синельной проволоки или искусственного меха. Решила еще добавить на шубу капюшон, чтобы сделать ее еще более массивной и объемной. Оборочку пришиваю, потому что термоклей будет сильно заметен на темной ткани. Музыка 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 Косичку заплетаю из трех прядей воздушного пластинка. Музыка И немного вытягиваю ее после приклеивания на место. Музыка Чтобы руки хорошо держали форму, вовнутрь нужно поместить проволоку. Музыка Музыка На краю делаю утолщение для варежки. Музыка Их также буду делать из воздушного пластилина. Мне тоже хочется сделать их такими объемными, массивными, потому что тоненькие перчатки, на мой взгляд, не очень будут сочетаться с такой объемной шубой. Музыка Чтобы по цвету они сочетались с одеждой, смешала цвет античное золото и серебро. В краску добавила немного соды, чтобы создать более матовую текстуру. Музыка Оклеиваю их фоамираном. Эти нижние рукава будут видны сквозь прорези на рукавах шубы. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я хотела сделать снегурочку на квадратной подставке, как у ватного советского Деда Мороза. Но потом все-таки решила, что без нее снегурочка смотрится лучше. Это толстая целлюлозная салфетка для уборки и по фактуре она напоминает очень толстый фоамиран. По нижнему краю подола и рукавам приклеиваю уборки из объемного шнура. Украшать его буду микробисером, который приклеиваю на перламутровую краску, смешанную с акриловым лаком. Косу покрою полупрозрачной перламутровой краской. А после высыхания приклею немного желтого глиттера на глянцевый лак. Край шубы тоже хочу украсить микробисером. А чтобы лак не оставил на ткани белесых разводов, сначала наношу темно-синий контур. При размазывании кисти он станет полупрозрачным. А пока краска сохнет, возвращаюсь к окошнику. Я хочу, чтобы он по бокам прилегал к голове, а не торчал в стороны. Поэтому креплю его при помощи булавок. Добавляю еще объемных жемчужин на шубу и посыпаю темно-синим глиттером. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня у меня снегурочка получилась такая более современная, не винтажная. Я хотела сделать ее по принципу гномов, которых я делаю, из бутылки и не прибегая к помощи шитья. Конечно, мне пришлось пришивать воротник, потому что так будет выглядеть аккуратнее. Вообще у меня есть в планах еще сделать и ватную винтажную снегурочку, но даже не знаю, я успею в этом году ее выложить или нет. Потому что она еще у меня на таком этапе, я только начала ее делать. Как всегда, жду вашего мнения в комментариях. Нравится ли вам такой более современный вариант снегурочки или вы предпочитаете более классические винтажные варианты. Также хочу напомнить вам, что в описании под этим роликом вы найдете ссылку на канал Катерина Бэй и также на ее новый сегодняшний мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. Также хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. И на сегодня я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео.